Поедатель грехов Это человек, который в ходе особого ритуала, проводимого перед похоронами, съедает лежащий на груди покойника кусок хлеба, тем самым забирая себе его грехи. Этот обычай имел место в сельских и горных районах Великобритании, в особенности в Уайльсе. Время возникновения обряда неизвестно, но упоминается он вплоть до XX века. В отличие от подобных обрядов в других регионах, таких как Верхняя Бавария и Балканы, где приготовленный для покойника хлеб делился между близкими родственниками, в Англии поеданием грехов за плату занимались специальные люди. Эта профессия передавалась по наследству, причем ее представители подвергались жесткой социальной обструкции. После поедания ему совали в руку серебряную монету и выгоняли из дома, провожая плевками и швыряя в догонку камни. Если в общине не было своего поедателя грехов, им мог стать какой-либо нищий или бродяга. У валийцев до XX века существовала передаваемая от отца к сыну специальность поедателя грехов. Когда умирал кто-либо из жителей валийской деревни, покойника наряжали, клали в гроб, на тело ставили блюда с угощением и все удалялись из помещения. Наедине с мертвым оставался только поедатель грехов. Он ел предложенную пищу и считалось, что все грехи умершего переходят к нему. После трапезы поедатель грехов издавал жуткий вопль, что означало очищение покойника и переход грехов к исполняющему обряд. Только после этого разрешались похороны. Последний поедатель грехов Ричард Манслоу умер в 1906 году. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok